Балматы скандалят жители элитного комплекса. Они уверены, дезинфекторы несколько месяцев обрабатывали их подъезды опасными веществами. В доме до сих пор стоит невыносимый запах. Возмутило людей и качество работы. Залитые лестничные пролеты и лифты. Местные заявляют, что от борцов с коронавирусом больше вреда, чем пользы. Теперь возмущенные ищут подрядную кампанию и пишут жалобы чиновника. Боржан Апсиитов побывал на месте. Вот так вот они обрабатывают. Посмотрите, лют на кнопки лифтов. Вот это всё потом не стирается. В лифтах на кнопки жмут, кнопки замыкают, лифты останавливаются. Такие экскурсии в собственном подъезде Наталья Ишинкулеева проводит каждую неделю. Женщина рассказывает, после санобработок лестничные пролеты, лифты и двери квартир не узнать. Повсюду разводы и грязь. Но главное – невыносимый запах, который не выветривается несколько дней. То хлорку заливают, что невозможно с 13 этажа на первую спуститься, то каким-то мочой воняет, то непонятно вообще какими-то. И вот просто заливают вот это вот так вот, идут туда, да. И вот эта всё вода стоит. А ведь её надо потом там, судя по ихним этим, нужно через 15 минут смывать всё чистой водой. Кто её будет смывать? У нас вот полностью этаж залит. И таких 25 этажей. Люди рассказывают, в неделю их дом обрабатывали как минимум трижды. И каждый раз эти работы заканчивались скандалом. Нередко дезинфекторы прорывались в подъезды силой. Владельцы квартир, в свою очередь, требовали показать разрешение на санобработку и химикаты, которые, как уверены люди, совсем небезопасны. У нас нет графика. В других жилых комплексах есть на дверях график. Люди знают, что в среду, например, в час будут обрабатывать. Мы не знаем. Мы вот выходим из квартиры и попадаем в этот общественный туалет. У нас запах хлорки. И, естественно, мы уже все соседи на всех этажах начали борьбу с этим, что вы относитесь к нашему имуществу должным образом. У вас должна быть инструкция. Теперь жильцы стараются не запускать в дом дезинфекторов. И своими силами принялись приводить в порядок то, что испортили борцы с опасной инфекцией. Уважаемые жители города Алматы, идет дезинфекция подъезда в детских площадках. Убедительная просьба минус 15-20 не выходить из дома. Сейчас практически во всех районах Алматы продолжается тотальная дезинфекция. Десятки бригад ежедневно обрабатывают подъезды и детские площадки. Перед тем, как начать эти работы, специалисты заявляют, каждая жидкость проверяется сам врачами. Последних интересует запах и цвет раствора. Если все в порядке, его разливают по емкости. По Алмате идет один и тот же раствор на все районы. Состав разбавляется 50 мл на 1 литр воды. Без хлорохлору, в принципе, там отсутствует. Все обрабатывается. В принципе, никаких аллергических реакций он не вызывает. Просто многие жители, ну, порой бывает, жалуются, что у них отдышка, данный раствор не влияет на состояние здоровья. В принципе, он безопасен даже для животных. Дезинфекторы заявляют, залить в емкость другую, например, более дешевую жидкость не получится. За этим пристально следят районные сам врачи. После каждой обработки на место выезжают мониторинговые группы, которые сразу же фиксируют все нарушения. Только в эти доводы жильцы элитной новостройки не верят. Они написали жалобу в районную администрацию и требуют найти тех, кто травил их химикатами и испортил в доме все имущество.